За моей спиной комната в питерской коммуналке 6,8 метра. Снимаю я ее здесь за 12500. В 12500 входят все коммунальные услуги, то есть свет, газ, вода, интернет. Плюс ко всему услуги уборщицы. Уборщица убирает раз в неделю места общего пользования. Главная проблема комнаты, как я уже сказал, то что она очень-очень маленькая. Ну то есть 6,8 квадратов это вот такая вот маленькая будка. Ну я вам покажу. Почему я снял такую маленькую комнату? Ну потому что хотел сэкономить, конечно же. Ну плюс ко всему в одном из прошлых видео я рассказывал, что собираюсь покупать комнату в коммуналке. Видео про то, почему я решил купить комнату в коммуналке в центре, а не квартиру на окраине, я прикреплю в подсказках. А это Кретов. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится и мы начинаем. Чтобы понять, где лучше купить комнату, конечно же нужно пожить во всех районах. Ну и естественно я хотел комнату в центре. Вот пожалуйста комната в центре, но комната в центре понятие растяжимое. Центр в Петербурге это довольно большое пространство. То есть Адмиралтейский район центр, Петроградка центр, Васька центр, Центральный район тоже центр, Площадь Восстания тоже центр. Вот я и начал, так сказать, с площади Восстания. Ну не совсем на площади Восстания, по улице Восстания. В общем, когда я собирался в Петербург, то решил, что первые несколько дней поживу у тети, пока ищу квартиру. И когда мне подвернется более-менее нормальный вариант, то я естественно перееду в комнату свою. Ну как свою? Первое время буду снимать, когда пойму какой лучший район, когда подкоплю на первоначальный взнос какую-то сумму, то, возможно, возьму уже ипотеку, даже узнавал насчет ипотеки для самозанятых. Ну и там, если все одобрят, то куплю. Если не одобрят, то придется, конечно же, подкопить еще больше. В общем, прилетел я в Петербург, стал мониторить объявление. Первая же комната, почти на следующий день я нашел комнату за 10 тысяч, вообще 10 тысяч, то есть включая все. Она была возле Сенной площади, но по площади, то есть площади самой комнаты, а не Сенной, она была еще меньше, чем данная комната. Вы будете смеяться, но я ее хотел снять, просто не успел. То есть ее сняли в тот же день. Я пришел в кафе, сидел, когурялся в телефоне, в паблике и увидел вот эту комнату за 12 500. В общем, я сразу написал и мне сказали, что приходите смотреть на следующий день. Я, конечно же, на следующий день пришел и сразу сказал, что да, я снимаю эту комнату. Меня даже не смутило то, что она такая маленькая, подумал, что все равно буду гулять, ходить по городу, сюда буду приходить только ночевать. Но оказалось, что это не так-то просто, ну, потому что по городу-то я действительно постоянно гуляю, иногда даже по 28 километров прохожу за день. Но комната уж слишком маленькая. То есть это, по сути, большая квартира была, почему я говорил, что это коммуналка. Многие в комментариях писали, что это нифига не коммуналка, это хостел. Так вот, нифига это не хостел. То есть, по сути, здесь взяли большую квартиру, как я понимаю. Может быть, это была трешка, либо четыре комнаты. Не знаю, сколько комнат здесь было. Но в итоге, как я понимаю, большие комнаты поделили на несколько, то есть очень маленьких. Хотя здесь вот всего 11 комнат. Есть довольно большие комнаты, которые сдаются за 15 тысяч. Моя 12 500. Есть за 15 и 14 500 комнаты. Около того. А всего, как я сказал, 11 комнат. Хотя я бы не сказал, что тут очень шумно, что тут постоянно кто-то ходит. На самом деле, довольно тихо. Из самых больших минусов, что я заметил, это плита в коридоре. То есть, тут нет какой-то кухни, здесь стоит плита в коридоре, и люди, собственно, там готовят. Хотя, несмотря на то, что здесь одна плита в коридоре, очередей, по сути, никогда нет. Люди готовят там часов в 10, в 11, кто-то один готовит, и все. То есть, в остальное время плита почти всегда свободна. И второй негативный момент. Это очень хорошая слышимость. Ну, то есть, когда все сидят по своим комнатам, практически никого не слышно. Несмотря на то, что 11 комнат, соседи друг друга не слышат. Но если кто-то выходит в коридор, а коридор общий, на все 11 комнат, естественно. И если кто-то что-то делает в коридоре, либо готовит, слышимость уже очень хорошая. Для меня это довольно большая проблема, потому что я не очень хочу, чтобы люди в коридоре слышали, как я тут записываю видосы. Как я там говорю, подписывайтесь на мой канал. Ну, мне кажется, это немножко глупо. Хотя, может быть, если бы я тут позаписывал немного подольше, ну, скажем, там месяц-два, то меня гораздо меньше это бы беспокоило. Плюс ко всему, мне нравится записывать свои видео ночью. То есть, после того, как я погулял по городу, какие-то мысли в голове появились, поздно ночью я прихожу... Ну, иногда не очень поздно, но просто ночью прихожу домой, включаю запись и записываю. Ну, так вот, здесь ночью я просто боюсь говорить громко, потому что, ну, естественно, кто-то спит там с этой стороны, с этой стороны. Тут перегородки не такие уж и толстые, на самом деле. А уж если дверь, дверь вообще коротонка, по сути. Вот через нее отлично слышно, что кто говорит. Сейчас вот времени второй час ночи, но я до сих пор слышу, как по коридору кто-то ходит. Вот периодически там кто-то встает в туалет, кто-то еще куда-то. Сегодня вообще до часу ночи, почти до 40 минут кто-то готовил на кухне. Ну, это, видимо, связано с тем, что сегодня администратор приходил за деньгами, прошел по комнатам, а приходил он довольно поздно. Видимо, люди не успели приготовить, и вот они сегодня поздно готовили еду. Вообще, обычно ночью тут почти все спят. Хотя не всегда. Периодически бывает кто-то устраивает какие-то шумные посиделки. Ну, не очень шумные, чтобы особо не мешать соседям. Но бывает даже, что кто-то до 4-х там ночи сидит, музыку слушает или там с друзьями весело проводит время. Но особо никому не мешает, на самом деле. Если кто-то ведет себя очень шумно, если кто-то ведет себя по-хамски, то его обычно отсюда выселяют. Ну, то есть, были примеры, мне рассказывали о примерах, что была здесь очень шумная семья, и их несколько раз предупреждали, а потом просто выселили отсюда. Ну, видимо, они ругались, плюс постоянно шумели в коридоре, потому что в комнатах, как я говорил, уже не особо слышно. Хотя, если кричать, то, наверное, все-таки слышно. В общем, звукоизоляция, на мой взгляд, это такая самая большая проблема здесь. То есть, если бы я просто писал статьи на Яндекс.Дзен и не записывал видосы, то мне было бы вообще пофигу. Ну, то есть, спать можно спокойно. Шум особо не мешает. Хотя, когда просыпаешься и рукой случайно задеваешь стену, а второй рукой другую стену, то это немножко напрягает. Кажется, как будто ты в коробке какой-то живешь. А, ну и еще один момент, о котором чуть не забыл. Забавную особенность я на себе прочувствовал, буквально в смысле слова прочувствовал. Когда кто-то включает стиральную машинку, то я чувствую, как вибрирует мой диван. Но, к счастью, правилами запрещено включать машинку после 11, хотя один раз нарушали это правило. Но, тем не менее, если лежишь на диване, и машинка включена, и когда она начинает этот барабан очень быстро вращаться, то ты это чувствуешь. Вообще, мне когда-то я заселялся, говорили, что если кто-то после 12 включает машинку, можно подходить и смело выключать. Ну, на самом деле, на моей памяти был только один раз, когда после 12 машинка работала. Сушилки в коридоре общие, можно вешать белье сушить, но я на самом деле стирал вот чисто в душе. Это я, наверное, рассказал о всех минусах, наверное, стоит рассказать и о плюсах. Ну, может быть, не совсем плюс, но, тем не менее, в этой комнате, которая 6,8 метров, здесь есть свое зеркало, свой шкаф, большой довольно шкаф, куда можно вешать свои вещи, много вещей. Отдельный стол есть, стул есть, диван есть, холодильник есть, все, что нужно для жизни. У меня, наверное, в квартире моей отдельной столько мебели не было, как в этой маленькой комнате. Несколько розеток, занавески, все есть. Плюс довольно широкий подоконник, на котором можно лежать и что-то печатать. Но, правда, тут такая атмосфера, что не хочется так вот лежать на подоконнике, расслабившись. Плюс окно смотрит во двор, а во дворе смотреть нечего. Естественно, это большое нагромождение мебели делает пространство еще более таким сжатым и неудобно. Когда снимаешь видосы, то вообще приходится заставлять софтбокс, камера, звукозаписывающее оборудование и негде развернуться. А, еще заметил такую вещь, что стены довольно грязные, и, видимо, предыдущий владелец, он когда лежал на диване, ставил ноги прямо на стену. Ну, потому что здесь стена, тут стена, и можно поставить ноги. Вроде удобно, но стены быстро пачкаются, плюс стены не покрашены, а на них обои почти белые. Но следы от предыдущего владельца остались практически на всех стенах. Ну что-то я опять о минусах, а обещал рассказывать о плюсах. Давайте начнем с начала. А начало это у нас, конечно же, парадное. Ну, то есть, сам дом довольно старый. Раньше это был, насколько мне известно, дом трудолюбия для образованных женщин, чтобы это не значило. На просторах интернета я нашел старые снимки, как тут все раньше выглядело. То есть, парадная вот эта, она была в не очень хорошем состоянии. Это, наверное, снимки датированные 90-ми, может, даже ближе к 2000-м годам, может, даже и после 2000-х годов. Но все, как вы видите, выглядело, ну, не сказать, что прям плохо, но так вот не очень. Ну, видимо, жильцы, которые здесь сейчас живут, а квартиры, раз это дом в центре, довольно дорогие стали, сделали здесь довольно качественный в этой парадный ремонт. Все преобразилось, все сейчас выглядит довольно хорошо. Приятно заходить, приятно проходить, зеркала везде поставили. Когда я, кстати, заезжал, мне сказали, что это большой плюс, потому что здесь в центре, говорят, парадные вообще некоторые ужасные. Но на самом деле, сколько я здесь по парадным не ходил, прям ужасных я не видел. Так что, возможно, мне это сказали, что можно было сдать эту комнату. Но, возможно, есть где-то и плохие парадные. Как я уже сказал, в самой квартире одна плита на 11 комнат, кухни нет, хотя есть микроволновка, есть у каждой комнаты свой шкафчик, куда можно убирать, в принципе, посуду. Коридор типичный, не очень широкий, не очень узкий. Места общего пользования в довольно приличном состоянии. Ну, то есть, это два туалета, два душа. Раз в неделю они убираются уборщицей, за уборщиц уберут не так много. Ну, то есть, 12500, как я уже сказал, все входит. В душевые, в туалет особо очередей нет. Ну, то есть, никогда мне не приходилось стоять, хотя, возможно, я встаю слишком поздно, ну, то есть, ночью что-то делаю, а когда я уже просыпаюсь, уже очереди прошли. Но, насколько я знаю, особо очередей здесь нет. В общем, если бы звукоизоляция была получше, и если бы у меня комната здесь была получше, то было бы отличное место для проживания. Ну, хотя, может, и нет, потому что мне площадь Восстания не особо нравится. Здесь нет прям таких мест, где можно тупо посидеть на улице. Притягательных общественных пространств, ну, то есть, таких вот, как, допустим, Севкабель, там, какой-то Новая Голландия, либо Дворцовая площадь. На Дворцовой площади идти где-то 4 километра, 3-4 километра. Конечно, здесь много всяких кафешек, это я не спорю. И все равно Восстание считается центром. Но вот чисто если где-то посидеть, там, на каком-то арт-пространстве, такого нет. Хотя есть Таврический сад. Но, опять же, Таврический сад, это просто парк. Да и до него здесь не так уж и близко. Я туда один раз, на самом деле, ходил бегать, побегал, вернулся. Ну, все равно бежишь туда, и как бы далековато, плюс через дорогу постоянно надо переходить. Ну, и как бы само по себе расположение дома. Ты выходишь, вот, выходишь в тротуар, и сразу дорога начинается. Никакой зелени, никаких деревьев. Ближайшие зелени деревья — это вот улица Маяковского, где все-таки посадили рядом с дорогами деревья. В общем, расположение мне не очень нравится, хоть это и комната в центре. Если буду покупать свою комнату, наверное, здесь не буду рассматривать в этом районе. Что касается комнаты, которую я снимаю, и вообще самой коммунальной квартиры, я понимаю, что это не типичная советская коммунальная квартира, как мы привыкли понимать это словосочетание. Ну, то есть здесь нет теток в засаленных халатах, которые там целыми днями что-то варят, потом со всеми соседями ругаются. Здесь такого, конечно, нет. Здесь все просто собственников нет, и все снимают эти комнаты. То есть, скорее, это что-то среднее между общежитием, коммуналкой и с элементами хостела. Хотя, опять же, повторюсь, это никакой не хостел. Хостел — это когда вот комната, 12 человек в ней живут, и есть отдельные комнаты. Здесь в одной комнате 12 человек, конечно же, не живут. Администратор на ресепшене, конечно же, не сидит. То есть, хостелом это никак нельзя назвать. От хостела здесь только то, что все комнаты снимают, и раз в неделю приходит уборщица. Все, общих пространств тоже никаких, потому что плита в коридоре. В общем, это больше такая современная коммуналка, я бы сказал. Ну, на этом варианте я, конечно же, не остановлюсь. Буду переезжать, буду смотреть другие районы, посмотрю и Васику, возможно, и Петроградку, и ближе туда к Дворцовой площади. Мне, кстати, очень нравится Невский проспект, я бы, наверное, снимал бы на Невском проспекте. Возможно, и купил бы даже на Невском проспекте, хоть и говорят, что там шумно. Но окно открываешь, и вот она, артерия жизни. Хотя мне говорят, что со временем тебе надоест Невский проспект. Ну, посмотрим, как оно будет. Говорят, что и центр надоест, и захочется куда-нибудь на окраину. Но на окраине я уже жил в Уфе, а сюда приехал не жить на окраине. Как говорится, где живешь, там и гуляешь. В общем, о том, как будут развиваться события, о том, какие квартиры удастся посмотреть, какие районы понравятся, не понравятся, я периодически тоже буду делать, буду держать Вас в курсе. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч!